Мы читаем ТВД Бал-Сулама, страница 393, статья Арвуд, пункт 19. Задавайте вопросы в течение урока на сайте КАП.ТВ. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Хорошо. Статья о поручительстве, это, как сказано здесь, это продолжение статьи Дараване Торе. И статья Дараване Торе Бал-Сулам объясняет нам о том, как желание получило свойство отдачи, от света в высших мирах, и как мы также должны осуществить желание получать, что в нас, и поэтому мы находимся в системе, которая называется «Система миров», и вся наша работа заключается в том, чтобы прийти к любви к ближнему, что является осуществлением правильного желания получать, мы тем самым приходим к цели творения, что со стороны Творца заключается в том, чтобы наслаждать творение, а со стороны Творения это слияние с Творцом, и таким образом, с этой целью мы приходим к окончательному нашему исправлению. И эта цель относительно Творения делится на этапы. Первый этап – это то, что малая часть всего желания получать, производят все эти исправления. Это называется «Исраэль, Ешаркель», те, кто свыше получил направленность сначала к тому, чтобы делать исправление. Это называется «Тебя избрал Творец». Есть такие типы желаний получать, в общем желании получать, когда они получают пробуждение, которое называется «точка в сердце», и начинают стремиться к подобию свойств Творцом, к слиянию с ним. Проходит в пути очень много подготовок, подъемов, падений, разбиений. В соответствии, в подобии тому, что мы изучаем о высших мирах, о разбиении Келим в мире Никудим, тут тоже происходит разбиение храмов первого и второго, что проясняет Изоар. И после того, как эта часть, называемая «Исраэль», после всех этих исправлений, после всех разбиений и изгнаний, исправит себя, у него есть дополнительная роль исправить все остальные желания, которые не получают пробуждение сами по себе, а только с помощью взаимовключения народа Израиля в этих желаниях, чтобы между ними была определенная связь, тогда через эту связь начинают также исправлять все остальные желания, которые, в общем, все общее желание, созданное Творцом, приходит к подобию, то есть к желанному исправлению. И об этом речь идет уже в статье «Поручительство». То есть, если дарование Тора говорит о том, как «Исраэль» должна исправить себя, обязана исправить себя, то «Поручительство» говорит о том, ради чего «Исраэль» проходит все эти тяжелые этапы и должны, в конечном счете, исправить себя для того, чтобы в результате исправить весь мир. То есть, конец действия в замысле, чтобы весь мир пришел к желанному исправлению. К желательному исправлению. Да. Пункт Йотэ, девятнадцатый. То есть, продолжение Ражби. Ражби относится как бы к системе, которая существует в разбиении храма и в продолжении его пути относительно исправления после этого разрушения. В вопросе о «Поручительстве» пошел еще дальше. То есть, к чему должен сводиться весь вопрос «Поручительство»? Не только к тому, что нужно осуществлять «Поручительство» в соответствии с тем, что мы получили на горе Синай, только между теми, кто могут и способны объединиться вокруг этой горы ненависти и раскрыть над ней любовь взаимной работы, взаимного поручительства, как в примере с учениками Раби Шимона, которые раскрывают ненависть и тогда с помощью света, возвращающего к источнику, изучая зор, стремятся к тому, чтобы прийти к любви. Так что не только в этой маленькой группе, но и заявив, что не только народ Израиля ответственны друг за друга, но и все народы мира. То есть, после того, как народ Израиля реализует себя, он видит перед собой еще дополнительную форму, которая должна получить исправление поручительством. Но существует и другое мнение, согласно которому, для начала выполнения Торы, то есть для начала исправления мира, достаточно поручительства одного народа, так как невозможно начинать исправление мира всем народом одновременно. Это называется осуществление Торы, исправление мира, перевести все от ненависти к любви, как говорит Баал Сулам в сути религии и ее цели. Что такое религия в данном случае? Это наука Каббала. В чем ее цель? Привести мир к любви. Что такое заповедь? Возлюби ближнего, как самого себя. И нет ничего большего. То, что после разбиения и отрыва от истины начали развиваться религии, самые разные, это продукт сокрытия, разбиения, испорченности. Религии развились именно из-за того, что наука Каббала, которая является общим законом всего мира, начали выстраивать различные эгоистические взаимоотношения, какое-то эгоистическое отношение к тому, что они называли Творцом и к этой жизни. Давайте сделаем что-нибудь такое, чтобы у нас был мир грядущий и все такое, что не имеет никакого отношения к правде. Правду нужно раскрыть здесь, в этом мире. Мир свой увидишь при жизни своей. Вся Каббала заключается в том, чтобы раскрыть Творца творением в этом мире. И если так, то здесь нет вопроса веры в то, что ты получишь что-то за что-то. Получишь какое-то вознаграждение после того, как умрешь, после того, как твое животное издохнет, ты получишь какую-то награду. И действия также, которые ты выполняешь своими руками и ногами, чего в них такого, что ты за них должен получить какое-то вознаграждение? И что для тебя мир грядущий? Мир грядущий — это бина, это отдача, это любовь. Все это ради отдачи, во имя ближнего. Готовы ли мы к этому? Хотим ли мы такой мир грядущий? Об этом мире мы... Это тот мир, который должен человек раскрыть при своей жизни. Поэтому мы должны различать истинную религию, закон, кабалу от остальных религий, истинное действие, возлюбив ближнего своего, как самого себя, и нет, как единственную заповедь, кроме которой ничего больше нет. В отличие от разных действий, которые человек придумал себе, чтобы получить какое-то вознаграждение после того, как его тело якобы уйдет из этого мира. И вообще разных там верований и поверьей, которые мы... которые только разлучают людей, и сеют среди них ненависть, кроме... и в отличие от кабалы, который говорит об объединении и всеобщей любви. То есть, есть тут над чем поработать. Да? Паша из Москвы спрашивает, кем должен быть Орву для 99%? Усилить друг друга, помогать друг другу пониманием, если не цели и смысл жизни, хотя среди них есть и такие вопросы. Вопросы о смысле жизни, о цели жизни заключены во всем вроде человеческом, но каждый на своем уровне. Это можно скрывать. В каждом есть точка в сердце, но она скрыта. Нужно ее пробуждать. Знаешь, как... когда ты... как огонь, через который всегда должен проходить воздух, чтобы он продолжал гореть. Так и мы должны. Так вот. Ну, продолжим. Как писали мудрецы, Творец предлагал Тору всем народам мира, но никто не захотел принять ее, так как были подвержены скверне непомерно эгоистической любви. Другими словами, не языком мидраша, высший свет находится в совершенном противоречии, то есть в полном, стопроцентном, стопроцентной противоположности разбитому желанию получать, поэтому между ними не может быть соприкосновения, потому что любое соприкосновение это мероподобие свойств. Нет ни одного свойства в желании получать, которое было бы подобно свету, желанию отдавать, как мы изучали Игулим, Икав, например, круги и линии, не может быть. Так что же мы делаем? Как, тем не менее, мы можем дать этим творениям, которые должны начать с абсолютного разбиения, с тотального эгоизма, как они могут пробуждаться к исправлению, и чтобы это еще было в некоем процессе, поиске, свободном выборе и так далее. мы должны ввести в желание получать эти искорки поиска. Не чтобы они стремились к отдаче, а чтобы они стремились к определенному состоянию более широкому, чем просто думать о том, как удовлетворить свои шесть базовых потребностей. Еда, секс, семья — это животное желание и власть, деньги, почести и знания, что является человеческими желаниями. Еще искорка, которую свет оставляет в них какое-то стремление к раскрытию источника жизни. Почему это называется суть жизни? Крадет ли у человека эта искорка свободный выбор? Человек, у которого нет этой искорки, он что, находится в состоянии свободного выбора? Тоже нет. Просто отсюда мы приходим к пониманию того, что свобода выбора должна быть между этими двумя вещами. С одной стороны искорка, с другой стороны желание получать, а посередине средний третий феррот, клепат нога, там находится свободный выбор. То есть именно этот язычок весов здесь заслуги, здесь прегрешения, а это выстраивается постепенно посередине. И это происходит только с малой частью действительности, то есть меньшинство народов, а большинство действительности, то есть желание получать без этих искорок. В них все-таки выражается свобода выбора, но в иной форме. То есть решение слиться с теми, кто идут в соответствии со свободным выбором, то есть слиться с Исраэль или нет. И это очень непростой выбор. У нас выбор происходит на более высоком уровне, у них на более низком, у нас это духовная свободная выбора, у них это может быть на уровне, который можно назвать человеческим или материальным, но так или иначе это тот же выбор, только на двух уровнях, на двух разных ступенях. Мы еще будем об этом говорить, да? В то время, как сами погрязли в разврате, грабежах и убийствах. То есть Творец, Высший Свет, относительно желания получать, видит, что не может, как будто бы видит все. Речь идет только о законах духовной физики, не более того, что он не может связаться с ними, поэтому с помощью определенных действий выстраивает определенную систему связи, которая называется системой разбиения. Система, которая создана, и от нее и далее уже начинается время исправления. Мы находимся при окончании установки системы разбиения. То есть с этого момента и далее начинается исправление. сначала в тех частях, которые называются Исраэль, а параллельно еще то, насколько они могут выполнить свой долг перед народами мира. Так что в те дни невозможно было даже помыслить, говорить с ними о том, чтобы согласились отказаться от эгоистической любви. В те дни, то есть в тех состояниях, в духовных состояниях нам уже понятно, что происходит. А материальное состояние, это... Да нет материальных состояний, где они приняли какую-то там... Часть вавилонян приняли систему исправления, а часть нет. Мы же видим, кто пошел с Авраамом. Те люди, у которых была эта искорка, они его услышали, и они убежали вместе с ним из Вавилона. Так, если мы говорим о духовной форме, об этих белковых телах, которые здесь имеют место, но все-таки в конечном счете речь идет о том, что желание получать с искоркой чувствует, что чувствует потребность двигаться в направлении света, а свет уже перегоняет его состояние в состояние, в состояние, в духовном. Это уже значит, что он пришел из Вавилона в землю Кнан, потом спустился в Египет, и это то, что происходит в нашем мире. Мы это изучаем в истории, в географии, все это истории, которые так видятся материальному взору, но на самом деле все это происходит в нашем желании. Нет ничего, кроме желания, в принципе. Поэтому наш мир нужно рассматривать как внешний экран того, что происходит на самом деле внутри. И поэтому Творец не нашел ни одного народа, с которым можно было бы найти общий язык, достану принять Тору, кроме сыновей Авраама, Ицхака и Якова. Это три линии, которые обретают желание получать, которые тогда с помощью системы трех линий сможет исправить себя и прийти к цели. Уподобиться свету, которым зачлить заслуги отцов их. То есть они все время пользуются этой системой, этой методикой, которую установили эти три линии изначально. И это называется Авраам, Ицхак и Яков, как свойство. Как написано мудрецами, отцы их выполняли Тору еще до того, как она была отдарована им. Еще до того. То есть эти три линии находятся еще даже в состоянии Кахаб, хоть у них и нет потребности там быть. Они реализуются в Хагат и еще больше в Неги. Наши времена. Мы находимся во времена Неги. Осуществление во внешнем желании получать. Есть отцы, праотцы, то есть все то, что предшествовало нашим временам, собственно, можно сказать. Есть сыновья, то есть мы, которые должны исправить себя в этих трех линиях. А есть мир, Неги, которые должны быть исправлены нашей работой над ним в трех линиях. Не надо считать это 2000, 2000, 2000, и мы находимся в конце третьего двухтысячелетия. А по ступеням... Баласулам пишет в присловии книги Зор. Здесь, когда восполняются келем Неги, и есть все келем в полной мере рожь, тох и сов в парцухе, восполняются все уровни в святах, рожь, тох и сов, которые соответствуют им, то есть совершенный народ. И поэтому при восполнении этих душ, при заполнении этих душ, могут высшие свята раскрыться и никак не прежде. Сами Неги не способны, но хагат, который связывается с хабат, с отцами, с прадцами, сыновья, которые связываются с прадцами, могут исправлять народы мира, которые являются истинными Неги. так как вследствие возвышенности их душ была дана им возможность спастичь и идти всеми дорогами Творца. То есть из-за приверженности Творцу им было дано постичь духовный смысл Торы без предварительного выполнения уровней его практической части, выполнять которую у них не было никакой возможности. Давайте сделаем так. если вам придется объяснять, разъяснять что-то дальше, хабад прадцы тоже включает в себя хабад хагат Неги. И в них тоже происходят те самые процессы, которые потом будут иметь место в истинных хабад хагат Неги. Поэтому, конечно же, можно из этих частных десяти сферот, что в хабад, раскрыть весь процесс до гмартикуна. Методика, хоть она и неосуществима фактически на данный момент, но в потенциале, то есть гар, хабад, можно уже планировать и организовывать эту систему, которая в будущем будет создана и будет работать. Это уровень праатцев. из их возвышенности они были способны подготовить всю работу для сыновей, потому что они уже потенциально, еще не фактически, но потенциально уже включают в себя все хиссароны, всех келим, которые потом будут пользоваться их методикой, той методикой, которую они раскрывают. И нет сомнения, что телесная чистота и возвышенность душ наших святых отцов оказали огромное влияние на их сыновей и на сыновей их сыновей. то есть их телесная чистота и возвышенность душ, то есть и авиют, и закут были на уровне совершенной отдачи в соответствии с их структурой, то есть авиютом, который раскрылся в этой ступени. Так что заслуги эти были зачтены и тому поколению, в котором каждый принял на себя эту возвышенную работу. И все как один воскликнули «Сделаем и услышим». Рекомендуется не рассматривать этот мир со всей его историей географии, национальностями, народами, а все таки проникать глубже вовнутрь и представлять себе эти вещи в толщине, во всей толще желания получать, которое должно прийти к совершенному, к полному исправлению, какие этапы, какие события оно должно перенести. И потому мы обязаны были стать избранным народом, среди всех народов. Таким образом, только сыны Израиля приняли на себя требуемое поручительство, а не другие народы мира, которые не принимали в этом никакого участия, поскольку сама действительность обязывала к этому. действительность значит, что именно таким образом желание получать, которое начало делиться, которое уже не высшая сила удерживала сверху, как это было в Вавилоне, в Вавилоне, где был единый народ, один народ вавилоняне, а потом разделились на огромное количество языков и народов, как будто бы групп, распространившись по всей земле, и когда высшая сила их уже не удерживает, а за всем этим процессом, который эти разные желания получает, раскрывает между собой, распространяясь по всей земле, то есть раскрывая различные желания, как он объясняет нам, что такое разные желания Вавилона, Сирии, Иордании, Исраэль, и Египта, то есть это ступени желания получать, то, что они, эти желания распространяются, а потом вскрываются и обнаруживают себя, и тогда мы приходим к состоянию, когда именно из ощущения этого разрыва начинают видеть, насколько они внутренне объединены, что нет никакого выхода, что необходимо объединиться, потому что они взаимозависимы, не могут друг без друга, и тогда этот Вавилон возвращается к ним в необходимой форме, когда необходимо все-таки построить уже не эгоистическую Вавилонскую башню, не так прийти к небу, дотянуться до небес, а только в подобии Творцу, в отдаче любви. Только так можно, это возможно. В наши дни Вавилонская башня рушится, и все раскрывают, насколько наш эгоизм деструктивен, и насколько он несет нам все зло. Это значит, что сыпется Вавилонская башня. Мы понимаем, насколько мы отдалены друг от друга. То есть, это Вавилонское столпотворение и это разлучение, что мы хотим, насколько мы хотим быть отделены друг от друга, далеки друг от друга, отдалиться, и вместе с этим же мы понимаем, насколько мы обязаны быть связанными друг с другом и едиными для того, чтобы существовать. Из этой взаимозависимости, которую мы чувствуем, что мы должны объединиться снова, только как, для того, чтобы существовать, тогда мы приходим снова к необходимости увидеть эту Вавилонскую башню, которую мы строим, которую мы создаем, но уже в нашем исправлении, ради отдачи. И тогда мы снова придем к состоянию единства и к небесам к башне, заполненной всем самым лучшим. народы уже были исправлены, и они были в состоянии поручительства еще до разбиения. Исправленная процедура это высшая система, которая реализуется внутри маленького желания в начале исправления. Я хотел бы закончить свой вопрос. Если речь идет о поручительстве и единстве еще до получения Торы, как условия получения Торы, все эти вещи были свыше, так кому была дарована Тора? Кому она предназначена? Исраэль или народом мира? Народом мира, без сомнения. Тора предназначена народом мира, это означает Творец обратился к народу мира, но никто из 70 народов, то есть никто из этих желаний эгоистических, у которых нет искры, не в состоянии исправить себя, не в состоянии быть в связи со светом, не в состоянии правильно отреагировать на свет. Физический материал, желание получать, он не способен не понять, не приподняться, не исправиться под воздействием света, если искры света не будут внутри, но как привнести эту искру внутрь? И тогда есть дополнительная система, которая называется народ Израиля. Это называется, что Творец обратился ко всем народам мира, которые бы получили свет. Кто говорит так аллегорически, что ты не можешь обратиться к желанию получить и начать с ним работать, обратить его постепенно. Делай все, что ты хочешь, пусть тебе будет миллиарды лет развития, ты не сможешь начать развивать его, если в нем нет искры света внутри, если только желание получать, неживое растительное животное, не в состоянии. поэтому написано, что весь мир подобен животным. Это не оскорбление, это разновидное желание. Есть разновидное желание, которое называется Исраэль, прямо к Творцу, иной. Весь мир говорит, весь мир ненавидит и не знает, почему эти чувствуют себя тоже по-другому, даже если хотят быть как все. Не получается. Не получается. Даже думаю, что это может быть как раса, как сказать. Это другая раса. Есть желтое, черное, белое, красное, так есть еще одна еврей. Это не то же самое, но это такое... Неважно, ты находился среди народов, не находился среди народов. Есть явление природы, это явление природы. И ненависть от народов мира тоже явление природы. Ты не можешь сделать ничего. ты думаешь, что тот, кто не находится в контакте с евреями, не встречался с ними, он их не может ненавидеть. Он их тоже ненавидит. Это исходит изнутри, он даже не знает, что это такое. Он чувствует изнутри, что это нечто другое. И это не относится к религии. Религии, они признаны лишь ускорить развитие внешним образом, показать различия между теми и другими. Но вот так. Все это возникает вследствие различия между общим желанием получать, когда есть часть желания получать, которая впечатляется от света, и другой частью. И та часть, которая впечатляется от света, она должна быть проводником, адаптером. Это его функция. особое желание получить? Да. Почему? Вот так? Он решил таким быть? Нет, не решил таким быть. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Тебя выбрали. Это в пользу или вовред, неважно, как ты принимаешь, ты все на это будешь выполнять, потому что он выбрал тебя. Тебя не говорят, что ты особенный. Нет. ты работай на своем месте. Ты работай на своем месте. И все. После того, как имеется такое разделение между двумя частями, между Исраилем и народом мира, у каждого есть своя работа, у каждого есть свой свободный выбор, но все это предначертано свыше, так разделено, и ни у кого нет в этом особых заслуг. Так, получается, что причина, что Израиль не могла учить Тору, это только для того, чтобы передать ее другим? Конечно, только для исправления мира. Одну секундочку, а почему ты думаешь, чем ты можешь доставить наслаждение Творцу, если изначально он обратился к Тору мира, то есть, если он изначально хочет исправить желание получать базовое, но вынуждено, он должен построить систему вспомогательную, через которую он будет это исправлять. Это система. Насколько ты думаешь, что все это по-другому, но это система. И выполняй то, что тебе нужно. Большое желание получить, все это большое желание получить, должно раскрыться в народах мира. Но еще раз, нам нельзя разделять между нами и ими, потому что все это один организм, одно желание получать, все это раскроется вместе, в общем кли, в кли, которая вообще потеряет различия в частях, где те, где другие. Имя его едино. Он един. Понимаешь? И кли должно быть таким общим, что не будет различия между все это будет игуль. Да. Внутри системы где корень конфликта в этом процессе. Конфликт очень понятен, потому что есть ли в части желания? Есть желание? Есть общее желание. В общем желании есть часть. В этой части какая разница? В чем разница? Это желание и это желание. Но в этом желании есть точка. и в этой точке в этой точке это точка света. Есть большое различие между желанием и светом. И это вызывает нас ненависть. Вызывает к нам ненависть. ненависть к ним. Ненависть к нам с их стороны. Поэтому я говорю, что это работает это очень внутренний корень. Это не обилки и не эмоции, а все это заложено в законах природы, в соотношении святов и келим. Там и пролегает различие и действует. И до тех пор, пока ты не исправишь их, чтобы они тоже были такими, как искра, как свет, то эта ненависть, этот антисемитизм не исчезнет. Антисемитизм не исчезнет. Более того, будет еще более усиливаться для того, чтобы тебя подталкивать к исправлению. то есть, это ненависть для меня, чтобы я работал на высшее знание. Если ты принимаешь это как способ убежать от страданий, то это очень грубый соблазн. Но если ты это благословляешь, для тебя это как дополнительный стимул, что-то сделать, то это хорошо. все зависит от точки зрения. Но у тебя нет никакой причины обращаться к народу мира, при летем претензии, почему они антисемиты. Понимаешь? в этом аспекте. А наоборот, все исправление может быть только с твоей стороны. И правильным исправлением будет, если ты не будешь работать для того, чтобы уничтожить антисемитизм, а для того, чтобы использовать его, для того, чтобы исправить мир, для того, чтобы Творец мог раскрыться в нем во всей полноте. Простые вещи. Хорошо. Ну, начинается. Да, Хайм. А можно сказать то, что вы сказали сейчас, не говоря Творец? Природа? А что же еще? Отдача, получение, искра, иск, это уже малое освещение внутри желания. Природа? Так я и говорю всегда. Вы сказали... Дай мне предложение, чтобы я его переделал. Вы сказали, для того, чтобы раскрыть Творца в этом мире. Для того, чтобы раскрыть абсолютную любовь и взаимосвязь между всеми частями мироздания. Это одна реальность, как мы рассказываем, что природа одна и глобальная. Глобальная, интегральная, аналоговая, неважно. Найди еще слова. Так в нашем объяснении цель исправления мира в том, что... Цель исправления мира в том, чтобы выполнить указания природы. Какое указание природы? Цель эволюции в том, чтобы привести всех к балансу. Согласно закону термодинамики. Но так оно и есть. Так оно и есть. Весь мир стремится к балансу. Ты можешь энтропию сюда еще привязать. Много вещей, которые можно к этому привязать. То есть цель творения в том, чтобы привести мир к равновесию? Природа стремится к равновесию, к балансу, как вода, которая разливается, как перепады давления. Вся природа стремится к балансу. И баланс на уровне неживой растительной животной природы постепенно расширяется. И на уровне говорящим он появляется в том, что все мы стремимся к равноправию. Все мы будем использовать только использовать все блага только для минимальной необходимости. Мы установим правильное и справедливое распределение благ, потому что у каждого может быть есть разные потребности, но при правильных отношениях между нами будем распределять все справедливо. Мы будем использовать природные ресурсы, поддерживать экологический баланс. Сколько нам нужно для нашей жизни, мы возьмем. То, что не нужно, мы не возьмем. Это тоже баланс. То есть природа через страдания, через сознание пока подталкивает нас к балансу. Почему? Потому что на человеческом уровне чем мы отличаемся от животных? Тем, что мы должны прийти к этому сознательно. Но к тому же самому балансу. Понять закон природы, понять формулу баланса и прийти к этим условиям, создать эти условия сознательно и построить таким образом новое человечество. То есть этот вопрос баланса, есть еще тысяча и одна организация, которые говорят о том же самом. Но мы говорим... Все мы приходим к одному балансу. Да, но в чем разница между тем балансом, о котором мы говорим, и тем балансом, о котором говорят другие? Это осознание, осознание в том, что мы должны прийти... К какому виду баланса мы должны прийти? К балансу удельному. Я не могу быть таким, как ты, а ты таким, как я. В удельном отношении каждый вкладывает и каждый получает то, насколько он способен. Когда он приподнимается на своем эгоизме, так и получится. Что такое удельный вес? Удельный значит, ты можешь дать работу на 100%, я могу дать работу на 10 килограмм. Для того, чтобы... Но я получу свои 100 килограмм, ты свои 10 килограмм. И все мы дадим на 100%. Согласно тем условиям, которые природа создала в каждом из нас, не согласно нашему эгоистическому видению, а ты должен для этого войти в природу, войти в систему и с помощью любви, используя любовь, распределять все. Высшая справедливость в том, чтобы установить усилия каждого человека. Для этого ты должен осознать всю систему в ее глубине. То есть речь идет о равновесии на уровне... Это равновесие в разуме и в сердце, именно так. То есть мы сами должны быть в осознании... На уровне высшей природы, постичь эту программу, замысел, причину и цель, весь процесс. А иначе мы не сможем устроиться. Так что такое высшая природа? Высшая природа это закон эволюции, который имеется в природе, потому что мы видим, что и происходит. Мы видим, что есть такая вещь. Чем больше мы следуем природы, мы видим, что там много законов, там много формул развития. В каждом явлении, в каждом нюансе все связано друг с другом, воедино. Сегодня уже нельзя это опровергать. Поэтому мы развились с еды и секса семьи к деньгам, к почести и к знаниям. И когда мы уже знаем, что природа настолько сложна, мы сейчас сталкиваемся с проблемой. А где же мы в природе? Мы интегральная часть природы или мы как-то вне? если я пока что думаю, что я вне, то я получу несколько ударов, то я пойму, что я завишу от него на сто процентов. Почему я вне? Мой разум находится вне системы природы. Да, правильно. Но не мое тело, не моя жизнь, а только мой разум. Как сказать? Тот, который следует. Разум, который следует. Он находится вне природы. Не специально вы дали, чтобы я не был зависим от всего этого, а также мог бы делать объективное исследование и независимое. И тогда, когда я изучаю это так, то я могу изменить сам себя и тем самым стать независимым. мне позволили стать Адамом. Это называется часть Адама над животным. На самом деле животное. Но здесь я развиваю часть, как называется, Адама. И только в таком осознании, когда я могу исследовать природу для того, чтобы уподобиться ей, для того, чтобы понять, что интегральность это действительно совершенство. Тем самым я становлюсь Адамом. Но это новая философия, пока ее примут. Но я уже чувствую, что они сами еще не знают, откуда это идет и начинают об этом писать потихоньку. Есть уже такое? Такие ростки пробиваются из желания получать. Это замечательная возможность сказать, что в ближайшие выходные у нас мировой конгресс про распространение, который занимается именно этим. Как взять точку света и посадить ее в почву желаний? То есть как связаться с широкой общественностью, со всем миром? Да, на английском языке в Нью-Йорке это должно быть принято хорошо. Правильно, я надеюсь, что группы научатся, как идти дальше. Конечно, с нашей поддержкой, с нашим сопровождением научатся. И у нас есть еще один. Еще один. Да, да, о книжной ярмарке хотел сказать. Сейчас очень интересная ситуация создалась, я так чувствую, уже будучи замешанным во всем этом. Во всех группах по Израилю есть такой процесс, как будто мы все единое тело, которое действует воедино, но при этом каждый выполняет свою роль. есть Тель-Авив, город с большей массой народа, есть города с меньшей массой, и есть такие места, которые, видимо, не будут задействованы физически. Вопрос, эти затруднения, как они могут... Зачем ездить с места на место? Кто-то присоединится к большим группам, но есть такие, которые даже не смогут присоединиться ни в какой форме. Как они все-таки могут быть частью этого тела, несмотря на то, что физически их там не будет? Как они могут участвовать в неделе книги? Да, но они физически не смогут в этом участвовать. Что они могут сделать, чтобы все-таки быть вместе с нами, нашей частью? Пусть позвонят своим родственникам и скажут, там, неделя книги, там, где вы живете, там есть такой стенд, пойдите и получите, купите для меня какую-то книжку за 10 шекелей, и тогда они тем самым не сделают распространение. Как? Потому что их родственники все-таки пойдут туда, посмотрят, послушают. Ну, еще такие трюки. Многие группы говорят, что они хотели бы присоединиться к этому духовно. Что можно сделать здесь на духовном уровне, потому что физически не могут. Что можно сделать на духовном уровне? поговорим еще о том, что такое книга, что это за понятие. Книга, автор, рассказ. Но, в конце концов, усилить их тем, что они находятся на местах, с нашими намерениями, чтобы мы были вместе с ними. И главное, это успех в конце недели там, в центре Нью-Йорка. Приключение Кабала в Модиин. Завтра, 5 июня в 7 часов вечера произойдет еженедельная встреча с Равом Лайтманом, на этот раз в Модиин. Тема воздействия медиа и окружения. Шлите свои вопросы на tv.atcap.coil Мировой Конгресс по распространению. Ближайшие выходные 9 и 10 по 10 июня Мировой Конгресс Всемирный Конгресс распространения, который будет транслироваться из Нью-Йорка. Группа соберется в своих центрах для изучения распространения Кабалы всему миру. Информация kabalagroup.info На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня. Субтитры 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 Субтитры